Мур, привет друг, это Зверько. В этом выпуске мы оценим изменения в патче 1.6.40, они довольно интересные. Посмотрим на нового героя бойца Инь, и в конце будет одна интересная новость лично от меня. Погнали! Филакс. Ульта. На порядок сократили кд. Было 50-44, будет 40 и 34 секунды. Увеличили бонусный вампиризм на старте. Увеличили бонусную скорость атаки на старте, но немного уменьшили урон атаки с расстояния. Не написано на сколько. Пока что вместо превращения в девушку, разрабы прикрутили озвучку голосом девушки. Кая. Пассивка. Уменьшили урон. Также уменьшили перезарядку пассивки от удара по крипам с 1 до 0,3 секунды. Второй навык. Немного уменьшили скорость рывка. Ульта. Уменьшили магический бонус со 100 до 80%. Собирались прикрутить кражу магической защиты к ульте, но похоже передумали. И кражу оставили только второму навыку. Не очень понятно, чего добиваются разработчики. Кража защиты – очень кратковременный дебаф. Остается только подтягивание ультой, но в этом ключе лучше все тот же Франко с прямыми и человеческими руками. Минотавр. Первый навык. Уменьшили силу замедления. Было 65, будет 40%. Увеличили продолжительность дебафа с 2 до 3 секунд. Второй навык. Уменьшили продолжительность бафа союзников с 5 до 3 секунд. В ульте пофиксили баг излишнего накопления ярости. Некритичный нерв обновленного минуса. Все-таки массовый баф и дебаф – это хорошие бонусы. Пополь и Купа. Первый навык. Исправили баг, когда Купа не атаковал цель, если находился слишком далеко. Второй навык. Пополь теперь может применять навык даже, находясь в контроле, исключая подавление. Это, например, ульта Франко и Каи. Прикрутили новый эффект. В альфа-форме прочность щита увеличивается на 25%. Эти изменения на порядок поднимут комфорт игры на пополе. Вот только вспомни, сколько раз ты погибал из-за контроля или когда волк был слишком далеко. А ведь из-за того, что их двое у самого пополя уменьшен урон в сравнении с другими стрелками. Теперь будет играть веселее и результативнее. Многие неверно понимают мое отношение к героям. Общепринято считать, что хороший герой – это имбалансная вундервафля, которая всех рвет с двух нажатий. Но это комплекс малышей с острым желанием доминировать хоть где-то. Потому что на подобном герое играть становится скучно и очень быстро. Я же считаю, что на герое должно быть приятно играть. И неважно, сильнее он остальных героев или нет. Пополь дает большую вариативность действий с помощью волка и ловушки. Но меня отталкивали геймдизайнерские недоработки, которые сейчас исправили. Кстати, если ты вдруг бегаешь на любимом герое, а бегаешь и думаешь, ну хочется его приодеть и воевать в прикольном скине, есть способ купить алмазы законно и дешевле. Конечно, в Кодошоп. Официальный дистрибьютор игровой валюты. Как в нашей Mobile Legends, так и в нескольких других популярных играх. Цены в Кодошоп ниже, чем в Google Play или App Store. Для пополнения тебе даже не потребуется регистрация. Оплатить можно с помощью карты Visa или MasterCard, Kiwi или Яндекс деньги. Приобрести можно как алмазы, так и звездного участника. Давай покажу, как это сделать на примере моего акка для стримов. Заходишь по ссылке в описании этого видео, внимательно вводишь свой игровой ID и сервер, выбираешь нужное количество алмазов и оплачиваешь удобным для тебя способом. После чего перезаходишь в игру и алмазы у тебя уже на счету. Да, все просто, удобно, быстро и дешевле, чем традиционный способ. Для удобства можешь сохранить мои ссылки в закладках. Возвращаемся к изменениям. Сиссилион. Пассивка. Увеличили количество получаемой маны за удар навыком с 8 до 10. Новый эффект. Часть запаса маны будет восстанавливаться. Это позволит чаще использовать навыки до полного истощения и еще немного на низком запасе маны. А ускорение полученной максимальной маны немного поднимет урон. Натан. Пассивка. Бонус к скорости автоатаки. За каждый стак будет расти с уровнем. От 7,5 до 15. Это уменьшит урон в минуту Натана в начале игры. Первый навык. Уменьшили скорость перезарядки. Второй навык. Финальный толчок. Теперь будет корректно прерывать некоторые навыки. Э? Как тебе формулировочка? По сути, взрыв навыка стал лучше прерывать то, что в принципе может прервать. Валентина. Пассивка. Бонус к вампиризму будет расти с уровнем. От 30 до 60%. Экстра опыт теперь тоже растет с уровнем. От 15 до 45. Второй навык. Для теневых стрел отменили приоритет героев противника. Ммм, чего? А нафига? Какой толк будет от навыка на лайне в начале игры? Во-первых, тебя и так ослабили по вампиризму. Так еще и снаряды будут лететь в крипов. Зато ульте уменьшили кд с 45 до 35 секунд. Эти изменения ослабят Валентину в начальной и средней игре. Ну, хоть применение ульты ускорили. Эйман. Пассивка. Уменьшили время продолжительности камуфляжа. А также немного уменьшили урон. Точных цифр нам не сообщают. Второй навык. Теперь при броске в сторону или в миньонов, Эйман не уходит в инвиз, а банально получает ускорение бега. Вот так. Теперь не полечиться на пробежке, если лес зачищен. Но сам герой все еще силен. Если собирался покупать, покупай. Клинт в очередной раз ловит балансы от разрабов. Вот и сейчас. Первый навык. Уменьшили урон. Был 250-450. Будет 250-400. Второй навык. Уменьшили скорость перезарядки. В начальной стадии игры. Такие изменения оставят старт клинту. Изменения на поле боя. После 18 минуты боя. Если вы дожили, то фонтан будет давать ускорение на 8 секунд вместо 5 секунд. Но уменьшили максимальную скорость бега. Уменьшили урон навыка лорда по разрушению башен. Ранее он сносил 60% от башни. Теперь сносит 50%. Но башня будет отключаться на 2,5 секунды после этого навыка. Ты спросишь зачем? Видимо для того, чтобы свита героев, которые будут сопровождать лорда, могла активнее драться под чужой башней. Это еще не все. В игру собираются добавить нового героя по имени Инни. Гения кунг-фу. Который очень напоминает Итадори Юдзи из аниме «Магическая битва». Кстати, рекомендую. Конечно, я не гений. Но шарю в двух направлениях кунг-фу. Это Саньда и Синьцуань. Давай посмотрим, что нам покажет Инни. Первый навык. Дает 40% ускорение бега для Инни на 2 секунды. И рывок к врагу с ударом, заряженной атакой. Второй навык. Это прыжок вперед. На месте Инни остаются его кольца, которые потом прыгают следом за ним, оглушая врагов. Урон во время навыка наносится дважды, и можно перепрыгивать стены. Кстати, про эти кольца. Многие годы китайские фильмы впаривают, что это оружие из школы Шаолин Цуань. Вот и новый фильм «Шан-Чи» занят тем же. А на самом деле, это подвижные утяжелители для тренировки рук и легкой набивки предплечий. Дальше идет брутальная ульта. Инни захватывает одного противника в другое измерение на 8 секунд. А сам превращается в Ли-е. Его первые два навыка заменяются. Второй, правда, пока что остается без изменений по урону и применению. А вот первый навык заменяется на удары по земле, которые кошмарят противника. Если противник будет убит, то Ли-е возвращается в общий мир на 12 секунд, мгновенно перезарядив навыки. Кроме того, когда вы вдвоем с обалдевшим от ужаса противником в другом измерении, на вас не влияет ничего извне. Ни навыки, ни башни. А противник не может сбежать за пределы ульты. Вдобавок к этому влияет пассивка Иня. Когда противник один, то урон Иня увеличивается на 125%. Это работает как в ульте, так и без нее. Точнее, должно работать. Но пока что в режиме тренировки урон не увеличивается. Впрочем, скоро исправят. Набор навыков прост и практичен. Он позволяет герою высекать подвижных персонажей. Или выключать их из боя на время, заключив в тюрьму с самим собой. Кажется, никто из вас не понял. Ни меня с вами заперли. Все, хватит! Это вас заперли со мной! Из кунг-фу у него разве что косичка и автоатака. Отдаленно напоминающая шалинский стиль. Чтобы еще анонсировать. Ах да, на лайв-канале вышел ролик, который я хотел сделать еще год назад. В том видео я лайтово разбираю боевку из первой серии Ведьмака. Если даже не интересуешься фехтованием, посмотри, вдруг понравится. А на этом все. Если подпишешься, увидимся в новых видео. Удачных боев, друг! Субтитры сделал DimaTorzok